Здравствуйте, и вновь добро пожаловать на онлайн-ретрит «Колесо жизни». Это начало седьмого занятия, и, пока я не забыл, я снова хотел бы поблагодарить Стэнли за перевод. Это одно удовольствие работать вместе с ним, Тимом и Элисон. Итак, в шестом занятии мы сделали длинную медитацию, простите, она была слишком длинной, и в седьмом занятии мы сделаем уже другую медитацию. Эта медитация называется «Мирно напоминать им о добре». во время и после. Мы уже упоминали, что, когда человек умирает, очень-очень хорошо, чтобы атмосфера была мирная и позитивная. Просто тихо говорите с ними, напоминайте им обо всех хороших делах, которые они совершили в этой жизни. Знаете, есть известный буддийский ритуал для помощи человеку в Бардо. Он называется чханг чок. Чок означает чога, означает ритуал, а чханг означает очищение. И смысл в том, что мы привлекаем человека к молитвам, которые произносятся в то время, когда он в Бардо. И монахи и монахини, которые молятся, могут попросить семью, пожалуйста, дайте нам какую-то одежду, которую часто носил покойный, или может быть их четки, или что-то, к чему они действительно были привязаны. Это очень красивый ритуал. Я много раз делал его с моим учителем в храме, где мы жили, для людей, покинувших этот мир. И весь этот сложный ритуал, суть ритуала заключается в том, что мы привлекаем этого человека в комнату. И, кстати, как мы объясним позже в этой книге Ламрим, они могут вас слышать, они могут прийти. и даже не важно, на каком языке вы говорите, у них есть сила понимать его. Это очень-очень трогательный ритуал, так как вы напоминаете им обо всем хорошем, что они сделали в своей жизни. И мы направляем их ум на мысли о тех хороших семенах, которые они посадили в своей жизни, мощные хорошие семена. Даже если есть кто-то, кто злится всю свою жизнь или боролся с людьми всю свою жизнь, мы уже выучили из писания Ламрима, что если они смогут подумать о чем-то хорошем, что они сделали во время трех решающих этапов процесса смерти, это может кардинально изменить направление их следующей жизни. Таким образом, мы продолжаем эту поддержку во время Бардо, пока они в Бардо, между смертью и перерождением. Те существа, которые находятся в мире Бардо, в мире Духа, они в странной ситуации, они могут или чаще всего они могут видеть всю свою семью. Скажем так, семья сидит на кухне на следующий день, после того, что человек умер. Семья сидит на кухне на следующий день, после смерти человека. Члены семьи оплакивают его и завтракают. Существа Бардо часто даже не знают, что они умерли. И они такие, почему все плачут? Никто их не слышит. Поэтому семья просто продолжает есть. Почему я не завтракаю? И потом они окончательно понимают, что умерли. Они могут слышать разговоры семьи. Иногда это почти как будто между ними и их семьей находится стекло. Иногда они расстраиваются, никто меня не слушает, и стучат по стеклу. Итак, в этой медитации. Сначала мы успокоимся. Мы собираемся пройти эти восемь технических медитаций немного быстрее. Затем мы выберем члена семьи или друга. Может, кого-то в довольно преклонном возрасте или того, кто болен. того, кто может умереть в ближайшие несколько месяцев. Конечно, мы никогда не знаем. Иногда самый здоровый человек умирает первым. Но давайте просто попрактикуем. Общение с этим человеком на смертном одре и в Бардо. Многие виды медитации – это просто практика для реальной жизни. Например, если у вас проблемы с другим человеком, и вы очень на него злитесь. В своей утренней медитации вы можете, особенно если вы знаете, что сегодня их встретите, вы можете закрыть глаза и представить вашу встречу сегодня. И практикуйтесь вспоминать о вашей дхарме, когда встретитесь с ними. Итак, в этой медитации сегодня, в занятии семь, мы намерены пройти через это. Мы станем очень-очень спокойными в этих восьми технических медитациях. Затем мы продолжим представлять, что кто-то, кого мы знаем, умирает и затем входит в Бардо. Мы выберем существующего человека, которого мы знаем, который может умереть в следующие несколько месяцев. Мы будем практиковать общение с ними о тех хороших вещах, которые они сделали. Конечно, придет день, когда люди вокруг вас будут умирать, кто-то умрет. Вы будете знать, что делать, и вы будете знать, как им помочь. Разговаривая с ними, побуждая их вспомнить о добрых делах, которые они совершили, и активировать эти хорошие семена. Это суть джанг чок. Так что в каком-то смысле в этот момент вы становитесь как те монахи и монахини, которые стараются помочь умершему человеку. Вы делаете абсолютно то же самое. Давайте начнем. Дышите спокойно. Глаза мягко закрываются. Длинный выдох, выдохните весь воздух, и потом еще немного выдохните. Прислушайтесь к какому-то звуку в комнате, где вы находитесь. Десять выдохов и вдохов. Всего доброго. Продолжение следует... Сейчас я взял эту ночь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пусть ваш ум отдохнет на этом звуке, как голова отдыхает на подушке. Теперь давайте пойдем в ваше сердцебиение на 10 дыханий. Продолжение следует... Теперь давайте посидим в прекрасной литературе в нашем сердце. Теперь давайте посидим в прекрасной элегантной комнате для медитации внутри нашего сердца. Десять дыханий, пока в стенах бьется сердце. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь давайте перейдем во внутреннюю комнату в сердце. Внутри по-прежнему солнечно и прекрасно свежий воздух. Сердце бьется уже отдаленно. Постарайтесь успокаиваться все больше и больше. Это цель этих восьми технических медитаций. Продолжение следует... 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 Теперь мой ум — целый тихий океан, глубокий, широкий внутри кристаллов. Продолжение следует... Теперь я добавляю небо к океану. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я выключаю мой ум. Блокируй все лишние мысли и лишние идеи. Продолжение следует... 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 Я отсоединяю себя от моего ума, позволяю уму делать то, что он хочет, думать о том, что он хочет. Пустое пространство. Я не имею отношения к уму. Меня нет. Продолжение следует. И сейчас внезапно я оказываюсь в больнице. Я стою у кровати. Кто-то, кого я знаю, в моей жизни лежит на кровати. Члены семьи или друг. Может быть, он пожилой. Может быть, он болен. Он умирает. В моем воображении он умирает. И это нормальная больница. Много других звуков. Очень вероятно, что вокруг стоят другие члены семьи или друзья. У меня нет возможности поговорить с этим человеком в идеальной обстановке. Но это то, как на самом деле быть возле умирающего человека. Будет много отвлекающих факторов. В комнате могут быть сильные эмоции, люди будут плакать. Эппаратура шумит, медсестры приходят и уходят. Давайте попрактикуемся в этой ситуации. Это не идеальное условие. Но это почти всегда так. И я жду подходящий момент, не давая на этого человека и не огорчая других людей в комнате. Я собираюсь направить разговор на какие-то очень позитивные вещи, которые совершил этот человек в течение своей жизни. Допустим, умирает мой дедушка. Мы практикуем, как помочь человеку умереть. Когда это время действительно наступит, мы будем к этому привычны. Будем готовы. О, дедушка! Что ты сделал в детстве такого, что сделала твою маму самой счастливой? И пусть они вспомнят, пусть поговорят об этом. О, дедушка! Когда тебе было около 20-ти, для многих людей это время идеализма в их жизни. Что хорошего ты делал, дедушка? Что ты делал такого, что было полезным другим людям снова и снова? Третий приоритет в этом моменте в больнице. Можете ли вы напомнить им о каком-то очень высоком и прекрасном кармическом объекте? О, дедушка, ты видишь Будду? Ты видишь Тару? Это Будда-медицина говорит с тобой. В этот очень важный момент в их жизни упомяните о каком-то очень святом объекте. И затем лучше всего... О, дедушка! Что самое лучшее в твоей жизни, что ты сделал, что мы должны запомнить о тебе? Что было такого, что ты сделал в своей жизни, что помогло многим людям? Другие родственники будут разговаривать, и медсестры будут перебивать, но мягко и естественно. Возвращайте разговор обратно к одной из этих четырех вещей. Какую первую хорошую вещь, что ты помнишь, ты сделал для своей мамы? Какие хорошие вещи ты совершал в юности, в свои двадцать лет, к примеру? Ты видишь Будду сейчас? На что это похоже? И что было самым лучшим, что ты когда-либо делал в своей жизни? Даже если дедушка не может ответить, если он слишком болен, чтобы ответить, вы все равно можете говорить с ним, и на каком-то уровне он вас услышит. Теперь последняя часть этой медитации. На следующий день, после полудня, дедушка ушел из жизни прошлой ночью. Идите, посидите в тихом месте. Например, скамейка в парке – хорошее место. И помолчите. Можно сделать какую-то из восьми тихих медитаций. И затем поговорите с дедушкой. Есть традиция, говорить достаточно громко, чтобы человек в метре от вас смог бы вас услышать. Вы будете говорить вслух, поэтому рекомендую скамейку в парке, где никого рядом нет. И продолжайте разговор с дедушкой. Возможно, он знает, что умер, возможно, он даже не знает. Он за стеклом. Мы говорим практически односторонне через стекло. О, дедушка, помнишь наш вчерашний разговор? Ты помнишь еще что-то о лучшей вещи, которую ты сделал в своей жизни? Умершие люди в Бардо они действительно очень ценят тех, кто с ними разговаривает, будто они еще живы. У меня есть друзья, которые продолжают говорить со своими умершими близкими людьми. Одна женщина, чья дочь умерла, когда ей было около 20 лет. Она продолжала ходить в парк каждый день больше десяти лет. Она все еще говорит со своей дочерью. И я не знаю, может ли дочь все еще слышать ее десять лет после ее смерти. Но это было очень большим исцелением для матери. И сделала эти отношения прекрасными навсегда. Так что вам не нужно останавливаться. Это шаги на пути. Цель – стать Буддой. Путь ведет к достижению Буддовости. И однажды наступит день, когда я стану Буддой. И дедушка тоже станет Буддой. Мы снова встретимся в наших самых прекрасных формах. И два Будды будут наслаждаться временем, проведенным вместе. Так что вы снова встретите этих людей. И это не безумие говорить с ними и рассказывать им что-то. Так что практикуйте это. Давайте сделаем три глубоких выдоха и преподнесем эти хорошие семена от этой хорошей медитации другим людям. Как золотой свет, распространяющийся по моему городу, моей стране, этому миру, всем мирам. Три глубоких выдоха. Золотой свет. Хорошие семена. Медленно откройте глаза. Хорошенько потянитесь. Увидимся с вами на следующем занятии. Спасибо, Стэнли. А вот так. Продолжение следует...